Своим визитом в Серафимовский Голицынский храм Благочиной церкви Денцовского округа Архимандрит Нестор опровергает мнение о посте как о периоде грустном, утверждая, что пост не диета, а время духовного праздника, каковым по своей сути и является День торжества православия. День, напоминающий, что никакие гонения, имевшие место на протяжении всей истории христианской церкви, не смогли ее разрушить, поскольку святую церковь утвердил сам Господь. В этот праздничный день отцу благочинному сослужили настоятель храма священник Вадим Шинкевич и диакон Илья Есин. Помолиться вместе с Архимандритом пришло множество жителей Голицына, особо много причастников, ведь пост – особое время покаяния. Именно покаяние в своей проповеди Архимандрит Нестор назвал условием жизни в церкви наряду с другими критериями ее истинности, среди которых непрерывность ее существования с момента сошествия на апостолов Святого Духа Пятидесятницы, сохранение учений церкви, определяемых на ее соборах, апостольское преемство епископов, непрерывность епископского апостольского служения, где священник – представитель епископа на приходе. Мы должны, члены церкви, быть примером для всех других. И тогда светит свет ваш при человеке, чтобы они видели ваши добрые дела, правильно, и прославили Отца вашего небеса. Архимандрит Нестор также возглавил чин торжества православия, являющиеся в этот день неотъемлемой частью богослужения. Настоятель, отец Вадим, выразил благодарность главе Одинцовского церковного округа за внимание к приходу и особую торжественность праздничного богослужения. История церкви преподобного Серафима Саровского в городе Голицыно ведется с 2004 года, когда был заложен первый камень в основании будущего храма в древнерусском стиле. Возводимый по сей день он является истинно народным, поскольку строится на деньги голицынских прихожан. Они помогают как могут. Кто-то работает на стройке, кто-то покупает именные кирпичики, о чем свидетельствуют стены храма. В Голицыне существует традиции, когда деятели культуры приезжают сюда, чтобы принять участие в благотворительных концертах и тем самым помочь стройке. В храме находится чтимая икона Богородицы, частицы мощей святых. Храм сооружается всемиром, сегодня он под куполом. Построено также здание воскресной школы, куда спешат ребятишки после богослужения. Пение. Мы репетируем сценки еще на праздники. Возведение храма всем миром обуславливает и особое отношение внутри прихода, готовность всегда прийти на помощь. Когда морально, когда финансово, когда чем можно. Еще один секрет сплоченности. В проверенной временем истине, каков поп, таков приход. Это самый лучший храм. Батюшка у нас самый трудолюбивый, самый любящий свой приход. Он подкупает своей любовью к людям. Он очень любит людей и Бога. В связи с этим, конечно, тянутся люди. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.